Всем привет, с вами Дако. В сегодняшнем видео я хотела бы затронуть довольно щепетильную тему, и очень серьёзную, а именно птос верхнего века. Птос верхнего века — это опущение века. Он может быть различным, односторонним, двухсторонним, врождённым или приобретённым. Птос верхнего века врождённой формы развивается в том случае, если мышцы верхнего века недоразвиты или атрофировались, или просто отсутствуют. Да, такое тоже бывает. То есть нет мышц, которые будут поднимать верхнее веко и удерживать его. Формы птоса верхнего века бывают разные. Бывает очень сильно закрытый глаз, бывает совсем немного. И почему я поднимаю эту тему? Потому что у меня такая проблема, и я долгое время очень комплексовала по этому поводу. Хотя на самом деле люди, которые вживые со мной общаются, даже не замечают этого. Был на моей памяти только один человек за все мои почти 22 года существования, который заметил практически сразу при знакомстве мою проблему. Также существует птос приобретённый вследствие травм, инсультов, энцефалита. И всё это очень печально, да. Но, например, у врождённого птоса есть возможность, как это сказать, пробудить мышцы. Такие, например, как фиксация верхнего века с помощью пластырей. Но зачастую дети не будут носить эти пластыри, потому что они будут отклеивать всё это. И мне, например, прописывали гимнастику для глаз вверх-вниз, влево-вправо, смотреть, там крутить всякие разные стороны глазами. И я тоже этим пренебрегала, практически этим не занималась. Наверное, если бы я делала зарядку, было бы намного лучше. Ситуация была бы. Также есть амбулаторные воздействия, то есть операции хирургические, в которых просто делают надрез, как-то сшивают кожу, и всё это очень страшно. Единственное, что есть риск возникновения и развития амблиопии. Амблиопия — это синдром ленивого глаза, когда из-за каких-то воздействий один глаз отказывается участвовать в зрительном процессе. Но это обратимое явление. В маленьком возрасте ребёнка могут взять операцию, глаз может отказаться участвовать в зрительном процессе. Но всё это поправимо, потому что как раз-таки это амблиопия. Кому интересно, можете почитать вообще подробно обо всём этом, что я сейчас сказала. Но давайте я просто перейду уже к теме видео, потому что она не такая грустная, как вы могли подумать. У меня птоз верхнего века на левом глазу. Если я смотрю куда-нибудь вбок или куда-нибудь прямо сквозь вас, например, то очень заметно, на фотографиях очень заметно опущение верхнего века. И я сегодня расскажу, как скорректировать птоз верхнего века, если века не совсем сильно закрывает глаз. С помощью её макияжа. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Вот такая долгая получилась у меня прелюдия. Я долгое время расстраивалась, что когда я рисую стрелки, очень заметно именно опущение верхнего века. И я по этому поводу комплексовала ещё больше. Хотя стрелки я просто обожаю, и без них я не могла никак вообще существовать. И сейчас тоже, в принципе, я рисую практически каждый раз, когда делаю макияж, стрелки. Сейчас я выровняю немного тон века верхнего консилером. Теперь я возьму кисточку. У меня такая скошенная кисть для... вообще она, по идее, для проработки бровей. Но я рисую ей стрелки. И буду делать это именно тенями, потому что получается более натуральный эффект. Нет такого прям ярко выраженного цвета, чёрного-чёрного. И я советую, если у вас тос, опять же повторюсь, рисовать именно стрелки тенями. Или если вы рисуете их карандашом или лайнером, каким-то очень-очень ярко выраженным чёрным цветом, то как-то наносить вверх немного пудры. Иначе будет привлекаться очень много внимания к глазам, и будет заметно опущение века. Я параллельно рисую на одном глазу и на втором. Начинаю с внешнего уголка глаза. Дохожу до середины. И сделаем на втором глазу то же самое. Изначальная техника вся та же. Нам нужно нарисовать две симметричные стрелки. Я делаю это как можно ближе к ресничной зоне. Прокрашиваю. И теперь что я делаю? Я наношу тени на вот эту центральную часть, где как раз у меня атрофия мышц. Мне доктор говорил, что у меня как раз мышцы плохо работают, поэтому птоз. То есть я наношу здесь немного выше стрелку, а здесь тоже слегка поднимаю её, но не настолько сильно, насколько на левом глазу. На том глазу, где аптоз, я стараюсь сделать менее графичную стрелку с растушеванными краями. Это как раз таки распахнёт глаз. Форма стрелки, когда в центральной части глаза она чуть выше, делает глаз зрительно больше. Если мы делаем стрелку, расширяющуюся к внешнему уголку глаза, то это наоборот сужает глаза и вытягивает их. То есть если у вас маленькие глазки, не широкие, то делайте акцент на внешнем уголке глаза. Сделайте здесь побольше, потолще стрелку и тяните к виску хвостик. Это сделает глаз более длинным, но при этом более узким. Теперь я сделаю хвостик. Я не сильно задержаю этот хвостик невысоко, потому что у меня на этом глазу как раз из-за опущения века очень сильно ресницы смотрят вниз. В принципе, они у меня так просто прямые, на этом глазу тоже, но здесь они ещё ниже. Поэтому лучше всего работает такая тактика на моих глазах, когда я рисую кончик стрелки в зависимости от направления ресниц. То есть я сейчас накрашу ресницы, и вот эта стрелка сольётся с кончиком внешнего уголка глаза. Ещё один небольшой трюк — это сделать ресницы на глазу с птозом как можно более завитыми. То есть это придаст распахнутому взгляду. При этом нужно прокрашивать ресницы не от самых корней, а ближе к кончикам. Тогда это тоже придаст как бы распахнутый взгляд. И здесь же наоборот, мы красим ресницы как можно ближе к корням. Нет какого-то особого завивателя для ресниц, поэтому я обычно пользуюсь либо ватной палочкой, либо своим пальцем. Если вы не знали, то вот отличный трюк для завивки ресниц. Поддерживаем пальчиком и смотрим вниз. Лучше делать это, когда тушь немножко подсохла, потому что так ресницы лучше софиксируются. Теперь я закончу макияж уже без вас. Точнее я нанесу консилер под глаза и нарисую брови. А последний шаг я сделаю вместе с вами, так что скоро увидимся. Вот сейчас макияж почти закончен. Покажу вам мой любимый шаг. Раньше я думала, что это полный бред и никогда его не пользовалась. Но сейчас последний год, наверное, или даже полгода я пользуюсь этим трюком активно. И он реально делает глаза более выразительными, яркими и даже радостными в каком-то смысле. Что именно я имею в виду? Это нанесение светлого оттенка сияющих теней во внутренний уголок глаза. Я делаю это опять с помощью скошенной кисти. Мокрым способом я её вымыла после чёрных теней. Теперь буду наносить светлый оттенок. У меня вот такой примерно, если вам видно. Очень сияющий и полупрозрачный. Нанесла его на кисть. И очень мне нравится носить его именно такой скошенной кистью, потому что она повторяет изгиб глаза. То есть я просто нанесла тени, теперь я прикладываю и слегка растушевываю. И другой стороной наношу на другой глаз. Растушевываем. Я добавляю совсем белые полупрозрачные тени под бровь. Сейчас, не пугайтесь, я всё растушую. Можно ещё добавить немножко вот сюда, где самая глубокая часть, по крайней мере, у меня глаза. Чтобы немного выдвинуть её вперёд и сделать меньше тень. У меня белые тени именно матовые, нет никакого блеска. Вот такой макияж мне получился. На видео, конечно, будет всё равно заметно опущение верхнего века. Но на фото практически незаметно. Такой макияж я делаю практически каждый день, когда куда-то вообще выхожу. В общем, это мой ежедневный макияж. И я ещё хотела сказать пару слов о методах коррекции верхнего века, опущения верхнего века. Я видела на многих китайских сайтах и косметических магазинах всякие стикеры для века. Они придуманы вообще азиатами, потому что азиат как раз века, оно нависшее вообще. Да, это называется так. Этот стикер, он прозрачный и клейкий. Вы его приклеиваете на верхнее веко, и специальная лопаточка, такая вот так выглядит, как вилочка. Вы приподнимаете веко и приклеиваете к этому стикеру, и получается более распахнутый взгляд. Я знаю, что у Мишель Фан одно веко было опущено чуть ниже, чем второе, и она постоянно пользовалась этим стикерами. И через некоторое время, наверное, через несколько лет даже использования, веко как бы зафиксировало нужное положение, и глаз стал более распахнутым. То есть в перспективе всё это может помочь в борьбе с атрофией или недоразвитием мышц века. Но, честно говоря, я думала заказать эти стикеры. Они стоят какие-то сущие копейки, наверное, 30 центов или 1 доллар, наверное, максимум. Ну, за 100 или 50 штук. Ну, я попробовала сделать что-то похожее дома. Нет, ни скотчем, ни клеем, ничем. Просто я немножко приподняла кожу века и как бы заложила его, замяла. При этом я заметила, что на левом глазу стало хуже зрение. То есть, в принципе, это логично, потому что глаза привыкли к тому, как проникает свет в глаз. И, соответственно, подстроились под нынешнее опущение века зрение. И у меня зрение единица, то есть хорошее, отличное зрение. Тьфу-тьфу-тьфу. Я не хочу из-за какого-то дурацкого опущения верхнего века его портить. Я думаю, что... Точнее, я много читала всяких отзывов о хирургической вмешательстве, приптозе. И да, у многих людей портится зрение, я бы сказала, 95%. Потому что глаз привык к определённому световому лучу. То, как в зрачок входит свет, и когда у вас века немного подрежут скальпелем, сошьют, внутрительные процессы будут происходить по-другому. Ну, есть шанс, конечно, что зрение подстроится, и оно опять наладится, но шанс невелик. Плюс я не хочу ложиться под скальпель, я не хочу каждый раз заморачиваться приклеиванием стикеров. Меня, в принципе, больше не беспокоит этот вопрос, я стала относиться к этому проще. Поэтому можно сказать, что я избавилась от этого комплекса. Я сняла это видео, потому что никогда не видела на Ютубе, сколько не искала, или вообще на каких-то форумах о макияже для птоза верхнего века. Видела только для нависшего века. Нависшего века — это совсем другое, вообще другая ситуация. И я решила поделиться своей проблемой, рассказать вам, стать как-то ближе к вам. И, может быть, это видео кому-то поможет. Напишите в комментариях, как вам это видео, напишите в комментариях, какие у вас комплексы, или как вы справились со своими комплексами. Мне будет очень интересно почитать. Спасибо, если были со мной, и до скорой встречи!